Игнат об использовании Патриот для сбивания самолетов РФ, я назвал это, «Брянская резня». Воздушные силы Украины успешно использовали ЗРК Патриот для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года. Тогда были сбиты самолеты и вертолет, как сообщает РБК Украина, об этом рассказал спикер Воздушных сил ФСУ Юрия Игната в интервью, на Венарне. В частности, Игнат отреагировал на вопрос о видео, опубликованном в День зенитных ракетных войск Воздушных сил в СУ 3 июля. На нем было видно, как наши военные, вероятно, использовали ЗРК Патриот для уничтожения российской авиации 13 мая 2023 года, это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Патриот за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. «Я называю это шутя», — говорит Игнат. Он также отметил, что позже Патриот был использован и в Одессе. Тогда наши военные с его помощью над Черным морем сбили еще один Су-35. Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Патриот — это такие возможности, — подчеркнул спикер. Напомним, 13 мая стало известно, что в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом. Позже кофиры заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы, приземлился, в городе Стародуб. Также позже стало известно, что в Брянской области разбился еще один самолет. Тогда речь шла о еще одном Су-34. В то же время, российские СМИ заявили, что в Брянской области упал вертолет и самолет Су-34. В Клинцах вроде бы объявили план «перехват». Россияне ищут диверсантов, которые, могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.